Светлана хоккея любит с детства. За Донбасс болеет несколько лет, рассказывает женщина. В тот вечер она вместе с друзьями решила посетить матч, но насладиться спортивным праздником ей не удалось. Оно получилось касательно. Если бы оно немножко в сторону, это уже был бы летальный исход. Я задумала, что мы делаем, что сетки нет. Явно, что нарушение идет техники безопасности. Произошло это в втором тайме. И когда это произошло, я отвлеклась немного. Обычно люди, когда видят шайбу, они хоть как-то так случилось, что я ее поймала головой. С арены женщину увозили на скорой. В больнице ей поставили диагноз с отрасением мозга. Документы, подтверждающие это, Светлана демонстрирует. Я вот травмировала. За что? За то, что я пришла получить положительные эмоции, прийти, провести время с друзьями и уйти домой. Я получила такое чудо. И хоккейный клуб не позвонил, не узнал, как вы там, что вы там, извините. Или вообще. Вот как бы за месяц никто ко мне не позвонил и не обратился. Искать справедливость Светлана решила в суде. Решение, которое вынесли представители Фемиды, повергло женщину в шок. Выплатить хоккейному клубу две с половиной тысячи гривен. Мне добавилось нервное заболевание. Поймите, что я ночью не сплю. У меня постоянные страхи, тревоги. Я приобрела на этой почве дополнительное заболевание, которое я не могу никак вылечиться. Я ездила буквально в декабре в санаторий. Вот я немного поправила свою нервную систему. И получив решение суда, помоги ему иску. У меня это снова возобновилось. Потому что все дошло до абсурда. В хоккейном клубе «Донбасс» ситуацию нам пока не прокомментировали. Мы отправили информационный запрос в клуб. Там пообещали отреагировать на наше обращение в течение нескольких дней. Александр Блиников, Евгений Красюков, Панорама.